Блядь, ну и пробка, ёбаный в рот, вообще просто не проехать нахуй Ёбаный в рот, как ездят-то чуть, по тачке не распластали Они же не знают, что мне нужно обязательно на это место сесть Такой чувак, ебать, только, знаешь А он не знает, что ты сюда Да, он не притормаживать начал, типа разгоняться, типа показывая мне Уёбок, садись, садись, заебал Сука, отморозки ебаные Надо их как-то проучивать, вся ж была бутылка, почему ты не кинул в лобовое? Да, в натуре, блядь А потом, а потом в подборке самые, блядь, смешные видосы с регистратора с дороги Там, типа, меня задевают бортом я бутылкой, а потом мне пизды дают Прям, знаешь, на капоте, чтобы видно было, блядь Как ты лежишь, прям тебе так, знаешь, месяц прям поебал Такой, АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА мотор купил эти нунчаки чтобы он ими отбивал нунчаки считаются самым охуенным оружием они непредсказуемые ты даже можешь все поебало ими ударить я всегда думал что это какая-то полная хуйня я читал про это все оружие японское, не японское про Саи, например, я все время думал почему Рафаэль с двумя вилками каким-то ходит какого до хуя, типа и, блять как я понял, нахуй это японские, типа, копы самурайские, блять носили такие Саи, когда, типа нужно было кого-то задержать, а убивать было нельзя и я такой, типа ну это все худшее оружие там трезубец, и убить можно как раз ну можно и убить, но все равно ты стоишь с двумя вилками, блять, большими че за хуйня то есть самые нунчаки, блять ну конечно прикольно вот так оооо, непредсказуемо но все-таки, лучше, наверно копьем в живот пробить ну да он же, блять, нунчаками не отобьется от копья а ты просто, знаешь, блять поебал в шлеме поебал, он тебя бьет ими, а ты в шлеме такой ах, блять и целишься только, а потом раз, а без... Да, нахуй, нет, ну ничего. Не, на самом деле, вот, ими так владеть-то... Хотя эти нунчаки можно сделать из любой хуйни. Из мыла, например, да? Из мыла, из бутылок. В тюрьме, если вы в тюрьме, нунчаки из мыла. Три... Не, ж, нужно шесть брикетиков хозяйственного мыла. Ты их... Три с одной стороны, три с другой, и веревка. Не знаю, где вот достать веревку. Ну, там же, где и мыл, наверное, блядь. Ну, вот, их связываешь, и можешь, типа, как в этом, в стене, да, было? Большой стен, да, да. Ну, как пиздить ими. А вот ты какое оружие предпочитаешь вообще? Огнестрельное, блядь. Все-таки, какая же, блядь, великая хуйня, что пули придумали. Раньше так тяжело было людей убивать. Да, только сблизи. Блядь, и вообще, а лук вообще, это такая хуйня, ебать. Конечно, я понимаю, есть чемпионы там по скоростной стрельбе из лука, блядь. А ты ее луки, блядь, сразу с пятью стрелами? Ну, так... Какая хуйня, типа, блядь. Полная говно, мне кажется, так ни в кого не попадешь. Просто устрашающая хуйня. А знаешь, как в мультике тебя, типа, ощертание твое обстреляет, блядь, и будешь ты стоять дальше. Или что еще хуже, например, ты мог, вот, до огнестрельного оружия, например, ты мог нарваться на противника, который закован целиком в броню, и ты ему вообще ничего не мог сделать. Так-то ты, типа, ну, и сейчас есть броня, конечно, я понимаю, блядь, но сейчас-то можно любой шлем прострелить, так или иначе, или какие-то... Ну, да, я с несколько раз а вот просто представьте, вы крестьянин ебаный с вилами, нахуй, пошли двойную, и против вас прям здоровый пидор-тефтонец, нахуй, а? А он прям... И вы его вилами и раз, и два, а он ничего, даже не падает, нахуй, вообще. Ну, где-то же должна быть броня, зазоры там. Да-да-да-да. А прикинь, его прямо сюда, в этот, в лад, бах, нахуй, прямо на туда залезло, вот такой, ебный брод, блядь, я стекаю кровь. А его ж нужно... И он такой, знаешь... КУЗНЕЦ! А он опять такой, кузнеца... А как я тебя тут достану? А его, знаешь, как в игре нельзя, типа, воспользоваться опциями кузнеца, пока ты не вышел из боя? Типа, я не могу подойти, он машет, блядь, прямо у меня перед его, блядь. А чувак, знаешь, пытается в этом, забрало пролезть, блядь. Да-да, а вилодырки такие, он такой, сухо, а он прям... И там, блядь, кончики вилл такие, а чё, ебаный, в рот! А он ещё вот так вот ими крутит, чтобы они больше становились. Он вытаскивает, туда прям глаз такой идет. Ах ты, блядь! Ну ладно, окей, хорошо, но вот рыцарем быть с одной стороны пиздата, да? Вот, например, тебе дают эти... Крестьянки, крестьянки. Да почему крестьянки? Ты поход идешь, и идешь мимо фермы, а там добро фермер. И он такой, типа, какая у вас крестьянка, заходите, типа, ой, какая-то... Короче, коню вот, хороший, кстати. Заходите, я вы самое молока напою. А он, как вот он, и муж самому не разлататься обратно? Как он крестьянку-то выебет? И поэтому он просит мужа... Мужа, да, и Йосипа, помоги мне. А потом муж такой уходит, а рыцарь такой... Не-не-не-не, подожди. Останься смотреть. Подожди. Давай, ты посмотришь. На что? Ну, типа, как он... Жену его ебет. Я не знаю, что... Ты вообще каком-то средневековый как-то устроил, блядь, рассказываешь тут, как понят, блядь, ёпта. И что, а он потом, типа, этому... А он такой, ну, нельзя же отказать, просто людина не может отказать доблестному сиру, блядь, ёпта. А, а потом он такой говорит, а теперь я хочу спустить на лицо... твоему мужу. А он такой, ну, вы знаете? Без энтузиазмы такой. Ну, конечно... А вы не слышали? Это богемская забава новая. У нас в оплоте такой, типа, это... У нас все дрочат, блядь, да. Друг друга наебали все. Не, да, какой-нибудь тыквенный пирог, и кто последний кончит, тот ест весь тыквенный. Не слышали про эту забаву? Нет, никогда. Весь, весь рыцарский свет развлекается в перерывах между турнирами, блядь. Тевтонцы и крестоносцы? Угу. Ухёбаный им рот, это дворцовая площадь, блядь. Охуеть, блядь. В натуре как будто, блядь, мы... Лошадь трясется потихоньку, блядь. А вот раньше хуйня была, да? Как-то кони вообще далеко отбегают. Из Москвы до Петербурга, ёпта, Петроград. Охуеть. Ну, там же несколько коней, несколько лад. Ну, чё, они все... Они, блядь... Они все охуевали, я думаю, вот это... Это уже, знаешь, невеселый какой-то конный спорт, когда маленькая девочка скачет на коней, и такая... Давай, Аполлон, давай! Мы победим! Мы победим! Прыгай, Аполлон! Это прям такая хуйня, типа, из Москвы. Срочно тебе пешу в Питер, блядь! А как ее отправить? И на тебя садится пидор какой-то, и прям хуярит шпорами, блядь, в коня до самого... А он, прикинь, возьмет, короче, типа, и... Ну, он типа, подпрыгнет, ты об дерево, который, типа, до охуел. Я такого бы не стал терпеть, было бы, до него, блядь. До самого благого шпорами. Причем, шпоры, это такая охуенная штука, типа, подстегивать животное, с которым ты, типа, знаешь, как тебе? Мой конь, блядь. Ну, да, я, что он твой. Подстегивать болью, блядь, чтобы он быстрее бежал. Вы можете себе представить, как у вас каким-то ошейником током ебашит, чтобы быстрее, блядь, потом такой, мой конь вороной, типа, мы с тобой еще пройдем. Сто дорог. Аху, мне-то надо. Я хочу пастись, блядь. Я хочу траву ездить, кобылицу ебать, блядь. Да, я хочу шпорами в ребра получать за каждую. Прикинь, это же реально, как вот, знаешь, есть люди, которые мерзко тыкают вот так. Да, да, да. И прямо вот, а, в ребра неприятно, типа, а-та-та. И он прям, прикинь, ты бежишь, сядь, без рук, например, сзади, ну-ка, давай, давай. Долго ты пробежишь. Или в этом метро заходишь, в очередь бабок, да-да-да-да. Бабка, ну, ну, ебать. НО, ебать. А прикинь, реально, шпориный какой-нибудь ее, блядь. Просто ее снять с сапога, ну, ты знаешь, для того, для этого нужно на бабку сесть, нахуй, еб-та. Ну, это уже, мне кажется... А прикинь, ты сел на бабку, ветмой оказалась, блядь, полетела с тобой. И куда? Не знаю. Как рататуй, блядь, еб-та. Это, блядь, на вечера близ диканьки, бля, на хутор, нахуй, еб-та. Бля, надо же такая хуйня, да, черта? Запряг на такую хуйню. Он же черт, он мог сказать, да ба, нахуй, и пропал бы. Да чертей-то разводить проще, простого, блядь, еб-та, они же черти, нахуй, блядь. Как вот ты считаешь, а правда ли были вообще вот такие вот жесткие казни людей, например, там, дыбы? Ну, конечно же, были. Эти, знаешь, там, две ветки там сомкнуть, чтобы они потом человека порвали на куски. Насколько это эффективно вообще? Ну, типа, смотри, вот, например, в те времена у тебя появлялся враг. Да. И сейчас, вот, например, да, вот, Калашников захочет грохнуть меня, ему только прилететь, вот, сколько, на Сапсан идет, типа, а раньше, ты, если у тебя появлялся враг, он где сидит? В Глебосе. В Новгороде, нахуй, например, в Новгороде, а ты сидишь с этими древлянами, нахуй, каким-нибудь. Нарядки как-то. И ты такой, он пиздит про меня, я его уебу, я его уебу. Телеграммы видел. И ты собираешь... Перекваченные. Блядь, и ты собираешь, блядь, войско, и вы идете сколько? Год? Ебаный, блядь, год? А не приходит? Два, блядь, по дороге грабите деревни, едите, ебете баб, страдаете от, блядь, диеты, блядь, диареи, нахуй, которая выкашивает, блядь, целый пол войска. Доходят 500 человек, потом ожесточенная битва, остается человек 100, и вот, блядь, этот чувак перед тобой. Ну, че, его просто убить? Кого? Ну, вот, убить, нахуй? Это как, мы так долго шли, что просто его копьем сунуть? Да, и че, мы и обратно два года идти, блядь, из Новгорода, нахуй, опять, ебаный по голове, нахуй. А там уже, знаешь, осталось 100 человек, меньше, чем, типа, было, и там уже, а проходники через те же деревни, которые грабили, блядь. А там нет ничего уже, А нет, там злые, блядь, люди такие, это они, они, блядь, и типа, блядь, такая хуйня, поэтому и придумайте все такой, например, вот эти две березки, которые пополам разрывали, это ж какой полет фантазии у людей просто, что ли? А ты еще берез, прикинь, он выходил и сказал так, не, ну это, какие-то не очень. Две нужно дойти, короче. Инженер! Он приходит такой, типа, да, сир, вот эти вот две, как считаешь? Он так смотрит, сломается. Ладно, дальше идем, такой, слишком близко друг к другу, я на самом деле не понимаю, почему ядерная бомба считается самым таким, хардкорным вооружением, да, мне кажется, опаснее всего нейтронная бомба, блядь, это, когда, типа, все остается, а только люди, блядь, ебто пропадают, нахуй, вот эта хуйня, типа, в фаллаусе было? Ну, типа, это в анекдоте было, что у США есть нейтронная бомба, типа, она уничтожает, типа, всех людей, оставляет все ценности, а в Советском Союзе есть прапорщики, они оставляют всех людей и уносит все ценности, так, такое, вот, и прикинь, такая хуйня, что только людей, бля, выкосит, а потом придут америкосы какие-нибудь и будут в своем барахле копаться, блядь, будете сказать, в носках моих, да, да, блядь, в этом нахуй, все браузеры, короче, блядь, открывать, ебто твои, такой, так посмотрим, что у ебок там смотрел, ебто, блядь, она, знаешь, смотрел эти парады, наши, типа, и они все смеются такие, ах, суки, блядь, взорвали, нейтронные бомбы, а у нас же есть такая система, костяная рука называется, слышал? Нет, что это такое? Это когда, ну, короче, допустим, стрельнули там, атомной бомбой, там, в Москву, в Петербург, все взорвалось, все, короче, правительства нету фактического, людей нету, ничего нету, то есть, по сути, даже запускать ракеты некому, люди там, все, не функционируют, и система автоматически отслеживает, что Москву нет, Ленинграда нет, ничего нет, и она такая, ну, все, сука, на тот свет и вас заберу, и автоматически открывает все шахты в разные направления, вообще по всем миру, все ракеты запускает, которые есть ядерные. Умная хуйня. Да, только если она сработает, знаешь, я бы, я бы так и сделал, знаешь, только подключил все эти шахты к пульсу своему, нахуй, а если ты умер? Да, 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 и такой, ну что, блядь, сверхдержавы, удачи вам вылечить, блядь, мою печень, нахуй, так, Япония, блядь, вы придумали уже, нахуй, робопечень, а я так, о, ну здесь все время на испытание, я такой, у нас нет времени, как только прекратит биться мой пульс, блядь, все. А прикинь, ты, короче, занимаешься этим удушением, короче, передернуть, решить, такой, и что-то это, хуя, все, такие ракеты, зажмуриваясь, вижу, Дэвида Кэра-Дайна, который меня, типа, руку ко мне протягивает, блядь, и такой, типа, ракеты, и там, веревка ослаблена, такой, вот это я, долго, а ракеты летят, а там эти, траектории, блядь, а как отменить, обратно их можно как-то вернуть, ракеты, да, типа, чтобы они обратно, ну я бы, знаешь, после того, как они вылетели, уже их видеть не хотел, блядь, на своей территории, типа, вот, как она мне запущена, лучше, чтобы она дорогу домой забыла, навсегда, блядь, вообще, летела, только вперед, и ни шагу, науки, просто настроить так, чтобы они просто летали вокруг, ну, если бы были, пока не кончится у них, нахуй, это топливо, и зачем? ну, на кого упадет, а, на кого, знаешь, как в школе, такая хуйня, типа, кто булку не доест, там толпа идет, на кого бог пошлет, блядь, через 7 лет, они просто летают, прикинь, там, лет 15, и просто, хуеть, блядь, отколоски прошли, за 15 лет их 100 раз разминируют, блядь, ёпта, ты чё, нахуй, вот если 15 минут, блядь, это хуйня, и какой, знаешь, Илон Маск такой, блядь, я знаю, как сейчас мы их перепрограммируем, они все столкнутся, короче, столкнутся друг с другом, блядь, типа, и это, нахуй, и так же, как его SpaceX, нахуй, всё, по пизде идет, блядь, типа, он такой, всё, и они, знаешь, как будто бы друг к другу летят, он такой, заебись, и так мимо друг к другу, и всё, и его в те же места, откуда? Ёбаный, прям реально, как две ракеты летели, чуть мимо, и уже так же летят, ну всё, Илон, блядь, спасибо тебе, мистер умник, блядь, ёпта, самый он умный, а у него есть премия мира? Да какая-то у него есть премия, но я просто охуеваю, забрать её, знаешь, любую, он говорит, Марс сделаем пригодной для жизни, нужно только, термоядерные снаряды, короче, блядь, там разорвать, дохуя, чтобы она разогрелась, я сижу и думаю, а ты не охуел, Илон Маск, вот так, а если Марс пополам ебаниваться? Ну да, и блядь, однополаянно к нам полетит. Ну хорошо, что мы сделаем, типа, посадим тебя? Посадим, конечно, но, а что потом? Куда потом? Где вода-то ещё есть? У нас меньше на планету стало, всё, темя. Ты взял, ты искал, заряды, блядь, взорвут, разогреют, мы будем там, ты сказал, будем шить там. Вода, блядь, потечёт изо льда, а ты всё взорвал, Илон, и ещё один кусок, блядь, уебал, прям по Воронежу, тоже неудобно получилось. Да, он хоть и сгорел почти, но, шараёбнул опять сильно. но упал этот, на новую тачку Стреколовского, короче, прямо маленький кусок такой остался. А знаешь, насквозь пробил прям блок двигателя, что он не завёлся. А прикинь, чувакам постоянно в Воронеже, где там, Воронеже? Да не знаю, блядь, я для примера сказал, где угодно. Ну где там, последний раз, короче, метеорит этот падал? Челябинск, В Челябинск, прикинь, каждый раз будет падать метеорит и стёкла выбивать. Человек такой, блядь, блядь, что такое? Ну слушай, люди же живут в Калифорнии, несмотря на то, что там регулярные землетрясения. Хотя, с другой стороны, то Калифорния, здесь бы с этим, типа, упало. И с метеоритами, короче, и с этой хуйней. Да, как-то я не подумал, что они там получают, блядь, за эти землетрясения, круглый год, блядь, лето, ну да, пляжи, нахуй, это, ёпта, кинозвезд голливудских, блядь, ёпта, всякую хуйню, а в Челябинске, а в Челябинске, только тяжёлый труд, нахуй, блядь, заводы, разбитые окна, золотые метеориты летали, да? Какие? золотые, там прямо взорвалось, и там прямо, знаешь, слитки полетели, а как все-таки, да их бы в воздухе ещё ловили, будь они золотые, ещё задолго до, на вертолётах, ёпта, да, 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 это как, а прикиньте, чувак так, а не, прикиньте, чуваки такие, хотели поймать в эту хуйню, типа, растянули, одеяло летит золотой метеорит, и он, короче, как, ты не такие, ёбаный в рот, ты чё натворил, Сеня, нахуй, как мы его вернём-то, оттуда, ёпта, а он, знаешь, всё дальше, и дальше, первую космическую уже преодолевает, бля, ну что, друзья мои, вот и закончился выпуск, эээ, шаверма патруля, хотел сказать, вижу просто, шаверма, 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 да, я сейчас хотел бы, конечно, заглянуть, сейчас и заглянем, всё дело в том, что мы бы побиздели подольше, да вот у меня закончился Крым, Крым? Ну, Крым, наш, который, он, ну, он уже закончился, но он по-прежнему наш, Ялта называется пиво, не Крым, видимо, в Крыму делают, а, ну да, написано, привет из Крыма, очевидно, хорошее пиво, укропом, ладно, на этой ноте, на этой весёлой, ксенофорской ноте, предлагаю закончить, всё бомбилое, подписывайтесь на канал, Юрия Хоманского, Антона Власова, не забывайте ставить лайки, и... Забывайте ставить дизлайки, забывайте ставить... субтитры сделал DimaTorzok,